Сегодня 66 лет. Исполняется в неведомственной охране. Многие годы подразделение находилось в структуре МВД, но в 2016-м стало частью Росгвардии. Задача сотрудников обеспечивать государственную и общественную безопасность. Со спецификой такой работы познакомилась Екатерина Кальченко. На часах 9.57 в Центр оперативного управления поступил вызов. В аптеке на домостроители нажали тревожную кнопку. Возможно, в этот момент там находится преступник. Дежурный немедленно связывается с экипажем. 863 с эфиром. Принимает 101. Домостроители 10. Аптека. Пинем 63. Домостроители 10. Аптека. Нахожусь 50 лет. Октября. Одесская. Город разделен на маршруты, по которым курсируют 17 экипажей. Уже через несколько минут один из них будет на месте, откуда пришел вызов. Норматив реагирования 5 минут. Если какие-то есть затруднения, допустим, дорожное движение затруднено, пробки какие-нибудь, либо находимся, если далеко от объекта, то есть у нас есть для этого спецсигналы. В областном центре сигнализации тревожные кнопки срабатывают примерно 30 раз в сутки. А в регионе под контролем вне ведомственной охраны около 14 тысяч объектов. Сотрудники выезжают на помощь к владельцам квартир, в больницы и учебные заведения. Самое важное качество – это оперативно передать информацию, чтобы наряд группы задержания своевременно прибыл на объект и отработал поступивший вызов. Сотрудники работают здесь круглые сутки, то есть по сменам сутки отработал, далее другая смена заступает. То есть в течение суток постоянно здесь кто-то находится и передает информацию. Вызов в аптеку на домостроители тренировочный. Условного противника обезвредили. Но фармацевты, торгующие в том числе и с сильнодействующими препаратами, могут оказаться в подобной ситуации каждый день. Неадекватное поведение, то есть либо человек находится в каком-то опьянении, либо просто в связи с заболеванием. Поэтому бывают ситуации разные, да. Сколько раз уже на свою память вызывали? Ну, раз в пять-шесть точно было. Мы уже в течение 15 лет существуем и все это время находимся под защитой. Сейчас в управлении 8 филиалов. В основном они располагаются в крупных городах региона. С 2016 года вневедомственная охрана вошла в состав Росгвардии. Уже случились критерии отбора. Более тщательно подходим к отбору кандидатов на службу. Особое внимание уделяется обучению личного состава. А это значит, свою главную функцию – обеспечить общественную безопасность – охранники выполнят. Екатерина Кальченко, Евгений Доценко, Чуменское время.